В этом году Одесскому государственному сельскохозяйственному ипподрому исполняется 125 лет. Легендарное место отдыха одесситов пережило царизм, гражданскую войну, революцию, беспредел первых лет украинской независимости. Сейчас новая угроза. Согласно генеральному плану развития Одессы, ипподром планирует перенести с 4-й станции Большого фонтана на поля орошения, а на его месте построить некий спорткомплекс. Руководство предприятия с такой постановкой вопроса категорически не согласно. Одесский ипподром – не просто место, где выращивают и воспитывают племенных лошадей, рысаков и скакунов. Это не просто сельскохозяйственный комплекс и конно-спортивный клуб. Место для истории Одессы знаковое. Именно тут в 1910 году впервые в России состоялся публичный полет на аэроплане русского летчика Михаила Ефимова. Вообще руководство ипподрома об истории своего предприятия может говорить очень долго. Здесь поднимался и писатель Куприн, который впоследствии на воздушном шаре с борцом Заикиным, впоследствии писанном в рассказе «Мой полет». И очень много других исторических событий совершалось. Все это делалось в присутствии многих тысяч зрителей. Поэтому значение, культурное значение для нашего региона ипподром имеет огромное. Несмотря на это, ипподром со своего места собирается сковырнуть. Дирекция утверждает, так пытаются решить жилищные проблемы Одессы. В истории ипподрома это уже было, но атаки на территорию отбивались. В том числе и при поддержке одесских любителей конного спорта и просто небезразличных одесситов. И вот новая попытка. Городскую власть не останавливает ни история места, ни уникальность этого предприятия. Удивляет нас то, что наши депутаты, когда избираются, говорят, что будут выполнять воли и чаянию народа. А ведь все прекрасно знают, что все одесситы за ипподром, за сохранение нашего исторического ипподрома, достояние нашей Одессы, достояние нашего коневодства, одного из лучших ипподромов бывшего Советского Союза. И после того, как выбрали, начинается лоббирование каких-то интересов. Однако, несмотря на планы городской власти, дирекция ипподрома работает над его развитием. В год 125-летия предприятия возле комплекса сотрудники разбили парк Украина. Высадили молодые саженцы платанов, лип и других деревьев. Есть надежда, что так ипподром выкорчевать будет тяжело. А то, что он нужен городу, бесспорно. Мы же имеем примеры такие, как наших, как говорится, европейских стран, и Англии, и Франции, где, например, по 226 сертифицированных ипподромов, десятки тысяч мелких племм-куниферм, частных владельцев, тысячи конных заводов, племм-репродукторов и так далее. Ведь им же немного. И все это дает прекрасный оборот, дает доход в конечном итоге и государству. Если реализация задумки генплана все-таки произойдет, то ипподром, уверена дирекция предприятия, просто не возродится. На нынешнем его месте появится очередная бетонная коробка, а Одесса лишится еще одной частицы своей истории. Анатолий Косин, Вячеслав Лоштаба, телекомпания «Круг».